Так, сразу же делаю второе видео для Виталия Морозова. Вы спрашивали у меня про медицинские страховки именно для пожилых людей, как я понимаю, для пенсионеров, для людей, которые старше 65 лет. Хотя на пенсию можно с 62 уйти, вы знаете об этом. Но с 65 лет именно оформляется медицина для таких уже пожилых людей. Вы знаете, сразу хочу разделить пенсионеров на три категории. Вот на три категории. Малообеспеченные пенсионеры. Кстати, недаром говорят, в Америке такая есть поговорка, в Америке хорошо жить или совсем бедному, или совсем богатому, а вот среднему классу жить-то не очень-то хорошо, потому что вся нагрузка идёт на средний класс. Также и страховки. Бедные люди, у кого месячный доход. Ой, вот в цифрах, кстати, я точно не могу сказать. Буду примерно говорить, примерно. У кого месячный доход, например, на одного человека не более 16 тысяч в год, это до вычета налогов. На семью из двух человек там побольше сумма будет. С детьми уже ещё побольше сумма будет с несовершеннолетними. Но пенсионеры уже не имеют, конечно, несовершеннолетних детей, да? Поэтому имеется в виду только лишь доход твой ежегодный. Вот. И проработал ты минимальных 10 лет, или ты не проработал минимальных 10 лет, это тоже влияет очень. Потому что многие иммигранты, которые приезжают сюда уже, ну, там кому-то за 55, знаете, как особенно, или даже за 50, но не сразу находят свою работу, на чек, когда ты отчисляешь налоги в social security, как бы офис, и social security офис, вот эти налоги все там, ну, держат под контролем твои все налоги, вся информация там скапливается за все эти годы. То есть, когда ты 10 лет не отработаешь, но тебе уже 65 лет, тоже особенные такие условия по медстраховке. Так вот, те люди, которые малоимущие, и которым 65 лет, это самая замечательная категория в отношении медицины. Этот человек имеет страховку по бедности, медикейт, и страховку по возрасту, медикейр. И в совокупности эти две страховки дают вам право, ну, все иметь, все, что можно, по максимуму. Вот, например, как мама моя, она приехала уже в таком приличном возрасте, иммигранты все, которые приезжают сюда, вот она приехала в 10-м году, ей было 72 года. Ей сейчас ровно 80. Вот. Она сразу получила медикейт. Медикейр она получила только лишь после 5 лет проживания здесь. Это так по закону. Но в итоге, даже имея медикейт, она много чего имела и имеет. Бесплатно все лекарства, бесплатная транспортировка в госпиталь, к доктору, куда угодно. Бесплатные, не знаю, все процедуры, лечение, но все бесплатно. И всякие вот эти, вот знаете, палочки, вокеры, вилчеры, какие-то там приспособления для пожилых людей. Все, все, все бесплатно. Вот. И, ну, надо иметь маленькую зарплату, чтобы это все иметь. но не всегда, ну, вот мы вот живем здесь, например, ну, как мы можем маленькую зарплату там показывать или не показывать? Я работаю на чек, я не могу свою зарплату скрывать. Мой муж тоже работает на чек. Мы, например, мы не как малоимущие. Поэтому в перспективе, когда уже перейдем в 65-летний барьер, ну, я не знаю, может быть, мы как-то по пенсии проскочим, как в малоимущие, когда будет только лишь пенсия и не будет зарплаты никакой. Но пенсии у 65-летних, например, у американцев есть, бывает и 4000 долларов в месяц. Пенсии-то разные бывают. Поэтому они малоимущими не считаются, вот такие люди. Они как бы средний класс, среднестатистический пенсионер среднего класса. Поэтому им страховку. Медикер, например, медикей, да уже они иметь не будут по бедности. У них только лишь страховка по старости, по годам. Медикер. Поэтому они за всё доплачивают. У них такого стопроцентно бесплатного не бывает. Опять же, это всё так индивидуально, что человек, который начинает оформлять свою вот эту пенсию и заодно страховку, нужно находить в себе индивидуального консультанта, который тебе всё расскажет, именно твою ситуацию распишет. Потому что это зависит от стажа, это зависит от состава даже семьи порой зависит. Я такие подробности сама даже не могу вам сказать, потому что всё очень индивидуально. Конечно, вы идёте в офис Social Security в первую очередь. Social Security Administration есть в каждом районе. И именно оттуда вы начинаете свой путь по оформлению документов. Вы там можете проконсультироваться, вам подскажут, какие документы надо оформить, вам подскажут, в какие сопутствующие организации ещё нужно обратиться. Вот, поэтому очень всё индивидуально. А вот богатые люди, они покупают страховки, но для них это такая мелочь. Купить страховку, например, там в месяц заплатить, ну, 500-700 долларов, для них это богатый человек и есть богатый человек. Им тоже жить хорошо. Вот мой муж, например, ему 65 лет. Он сейчас оформили мы Medicare. А вот у него Medicaid нет, потому что он ещё работает. У нас доход ещё не позволяет нам в бедные слои как бы перейти, да? Потому что он работающий. Пенсию он ещё не оформлял. Но по возрасту Medicare, он оформил в 65 лет. Но он каждый месяц платит 135 долларов за страховку. И даже за лекарства мы доплачиваем. Там уже очень индивидуально, как компьютер тебе в аптеке, когда тебе лекарства сканируют, каждую бутылочку, да, каждую баночку, там уже компьютер показывает, сколько ты должен доплатить. Иногда я доплачиваю 12 долларов, а иногда я доплачиваю 86 центов. Каждое лекарство всё очень по-разному. Я не знаю, как там система подсчёта идёт. Я даже в это не углубляюсь, но мы доплачиваем за лекарства. Ну, по врачам особо много ещё не ходили. Я не могу сказать, там, какие доплаты. Но даже могут быть какие-то и доплаты к какому-нибудь специалисту. А дантист вообще не покрывается. Дантист, ну, за свои деньги всё надо делать. Вот. Поэтому медицинская страховка на самом деле, ну, как-то несовершенная, я не знаю. Очень запутанная, очень трудная. В каждом штате свои совершенно, свои вот эти иншуринсные компании, страховые компании, все разные названия. У того же Медикейда есть какие-то подразделения, общее название Медикейда, а там подразделения разные другие страховки. Без консультанта не обойтись. Поэтому вот так я вам скажу. Посмотрите веб-сайты, например, Social Security Administration, там много чего написано. Потом Human Resource Administration, HRA, такое тоже есть в каждом районе. Там тоже для малоимущих много чего могут рассказать. И даже вот с этими с футстемпами помочь. Есть какие-то в каждом... Вот у нас в Бруклине на Вест 9 или 10 есть организации, где для малоимущих тоже оформляют всякие страховки, для работающих людей, для пенсионеров. В общем, разные категории людей обращаются туда, и им консультанты всегда-всегда помогают. Даже можно найти консультанта, который к тебе домой придет в удобное для вас время. Мы как раз так делали, потому что мы рабочие люди, нам некогда иногда моему мужу ходить по этим конторам. Мы созвонились с русскоязычным консультантом. Молодой человек к нам домой приезжал по выходным дням и консультировал, и показывал нам документы, рассказывал, что лучше, что не лучше. И мы таким образом выбирали вот вариант на сегодняшний день для моего мужа, пока он работает. Если, например, через год он прекращает работу, оформляет пенсию, он попадает в другую категорию людей, и дальше уже посмотрим, что у нас дальше получится в плане страховки медицинской. Поэтому вот такие дела. Все-все-все очень-очень индивидуально. Так что вот так я вам отвечу на ваш вопрос. Я говорю, что это для штата Нью-Йорк. В штате Нью-Йорк для малоимущих самые большие бенефиты по сравнению с другой Америкой, с другими штатами. В Нью-Йорке здесь столько много для малоимущих делается, что не делается в других штатах. Поэтому люди любят жить в Нью-Йорке. Особенно малоимущие любят жить в Нью-Йорке, потому что здесь много чего можно получить из бюджета, от государства. Ну и жить более-менее нормально. Конечно, бедный человек не говорит о том, что он прям бедный-бедный. Слушайте, тут уровень бедности свой. Свой уровень бедности. Тут бедный человек может позволить себе нормально жить. Конечно, он не будет там путешествовать или не будет он на дорогие какие-то мероприятия ходить или что-то. Но, по крайней мере, на питание, медицинское обслуживание бесплатное, квартиры у этих людей, как правило, бездомных нет. Все пристроены в государственные какие-то квартиры для малоимущих. Старики пристроены в какие-то квартиры для стариков именно. Только надо, конечно, отстоять в очереди. Какие-то восьмые программы были, сейчас, правда, подзакрылись. Но есть проблемы в этой отрасли. С жильем еще есть проблема, потому что народ прибывает, жилье строиться не успевает. Тем более, земли-то в Нью-Йорке нету, строиться-то даже негде порой. Нью-Йорк со всех сторон вода, это остров большой. Поэтому он плохо с жильем. Ну а что поделать? Но все равно люди как-то пристраиваются и как-то нормально живут. Иммигранты, в частности. Конечно же, это все относится к группе иммигрантов по большому-то счету. Поэтому вот такие дела. Спрашивайте, чем смогу, тем помогу. Какую информацию я уже в своей жизни здесь испытала, через что-то я прошла. Ну, знаете как, с миру по нитке. Я что-то вам расскажу. Другой блогер что-то вам расскажет. Третий блогер. Где-то вы еще что-то услышите. И вам легче уже будет, когда вы набитаетесь какой-то информацией, вам легче будет сориентироваться в своих жизненных вопросах. Вот такие дела. Ну, хорошо, мои дорогие, буду заканчивать. Встретимся скоро с вами. Конечно же, обязательно встретимся. Обнимаю вас, как всегда. Пока, пока, пока. Пока.